Караганду полным ходом избавляют от летних кафе и неприглядных киосков. Накануне местные власти снесли еще один летник в центре города. Таким образом, чиновники обещают полностью преобразить облик угольной столицы. Это кафе в центре города сегодня вне закона. У хозяев заведения истек срок аренды земельного участка. По решению суда, собственник кафе обязан сам демонтировать строение. Однако предприниматели делать это отказались. Потому здесь орудует строительная техника. Ее наняли судебные исполнители, а все расходы обещали возложить на администрацию веселительного заведения. Планируется, что на месте ликвидированных летних кафе появятся газоны и зеленые насаждения. По всем объектам сейчас ведется работа, активная работа. В ближайшее время, я повторяюсь, мы освободим все незаконно занятые земельные участки и незаконно функционирующие летние кафе. Разрешение когда-то предоставлялось, но в настоящее время срок землепользования истек. То есть архитектурная ситуация города с каждым годом меняется, вносятся новые изменения в законодательство, в связи с чем предоставление на новый срок отказывается. Между тем Караганда может и вовсе остаться без летних кафе и киосков. Под зачистку уже попали несколько кафе, прилегающих к жилым домам и неприглядные торговые точки. Станет ли город красивее, покажет время. Нужны или нет летние кафе и киоски Караганде? Сегодня с таким вопросом вышли в народ корреспонденты Первого Карагандинского. Киоски нет, зачем? Потому что киоски, ну газеты, там журналы, люди покупают, это надо, это пресса в принципе. Я считаю, что летний кафе не надо убирать. Потому что? Потому что. Надо где-то отдохнуть после трудового дня. Тоже нужно, чтобы убрали киоски. Ну мне кажется, что они как бы портят внешний лиц ура, центры. А вот кафешки, да, летние не нужны, действительно, это гамма, например, в шахте человек пришел, отдохнуть надо, а тут это музыка играет, запах гари и так далее. Шашлык, где будем кушать? Тезки не знаю, а кафе, мне кажется, нужны. Лето, и хочется на свежем воздухе отдыхать, сидеть, а не париться как внутри. Даже если будет решена проблема с кондиционерами, думаю, летние кафе все-таки лучше оставить. В любой стране, в любом городе летнее кафе, оно должно быть, но без спиртного. Ну, мне кажется, что нужны. Почему? Потому что молодежи где-то жадут, все-таки, да, сейчас ничего нету, спорта ничего нету, никаких клубов, никаких кружков, ничего, то они ходят в кафе, посидят. Летний кафе нужны для отдыха, чтобы не сидеть в душном помещении, где прокурено все это, а летний кафе нужны нам.